Анатолий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вот приближаются новогодние рождественские праздники. Скажите, вот по вашему опыту, насколько возрастает риск чрезвычайных ситуаций в это время? Да, риски возрастают. Это как каждый праздник. К сожалению, культура питья у нас еще хромает, и где-то люди, перебрав немножко горячительных напитков, теряют осторожность. И получается, если человек в обычном состоянии не сделает это, то же самое с петардой, то когда он под градусом, он не обращает внимания на те риски, которые несет этот предмет. На новогодние праздники, конечно, риски усиливаются, и мы это видим непосредственно для ликвидации чрезвычайной ситуации. Наш личный состав переводится на усиленный вариант несения службы, отменяются все отпуска, как бы выезды за пределы гарнизона. И, соответственно, в преддверии этих праздников, вот у нас сейчас, кстати, проводится акция «За безопасный Новый год», где наши работники с помощью клубов юных спасателей пожарных, детей, которые нам помогают, выступают в трудовых коллективах, выступают в лагерях отдыха, рассказывают, просим взрослых, чтобы они побеспокоились о своих детях, просим детей, чтобы они подсказали своим родителям. Вот, кстати, вы заговорили об акции «Безопасный Новый год». Насколько я знаю, в ее рамках каждый год ваши сотрудники проверяют торговые точки по продаже пиротехники. Вот на сегодня сколько таких торговых объектов успели, с одной стороны, проверить, и с другой стороны, может быть, есть какие-то промежуточные итоги? Совместно с сотрудниками милиции, с РОВД, мы проводим такие рейды по местам. У нас не стоит задача там сколыхнуть, потому что руководители объектов торговых организаций сами об этом знают. Но есть такая конфертактная продукция, которую нелегально провозят, продают. И с сотрудниками органов внутренних дел порядка трех точек уже обнаружено на сегодняшний момент. С нарушениями, да? Где изъята эта продукция. Не с нарушениями торговли, а именно где она изъята. Вот. То есть там, ну, действительно, подаются петарды без инструкции на русском языке, с нарушениями конструкции. То есть они небезопасны для наших граждан, для нас с вами. А как вообще покупателю определить, что пиротехническое изделие, которое он покупает, отвечает всем вот этим требованиям? Ну, надо, во-первых, в торговой точке покупать.